Блин, что-то у меня сегодня прическа как-то не так уложилась. Девчонки, я себе такую вкусняку готовлю. Объедение. У меня была рукла. Вот такая вот она. У меня уже валяется в холодильнике дня три. Я боюсь, что она завянет. Других овощей у меня нету. Я решила себе замутить вот такое вот блюдо. Не знаю, это вообще кушается, сочетается вместе или нет. Вот эти вот креветочки. Ну, средненькие. И не крупные, и не мелкие. Хотя, если так посмотреть, наверное, они крупные, но не гигантские. Отварю их в подсоленной воде. Надо прочитать только, сколько они варятся. Одна-две минуты, что ли? Действительно, одна-две минуты так быстро. И потом вот в этот рукловый салат я добавлю свежевыжатое, я хотела сказать, масло оливковое холодного отжима. Отвариваю креветки. Сейчас будет очень-очень вкусный ужин. Я только что вернулась с курса, со школы. Я голодная, как волк. Я сегодня вообще ничего не кушала. Я знаю, что это нездоровый образ жизни. Просто так получилось, что была занята с самого утра и до самого вечера. Смотрите, что я себе купила. Это информация только для людей, которые учат немецкий язык. Я увидела это, скопировала это все у одной классной девчонки. Она из Франции. Вот такие вот картонки. Смотрите, как классно. В общем-то, прикольная идея. Вот на этих желтеньких пишешь абсолютно все слова, которые начинаются с das, то есть neutrum. Вот на таких вот синеньких пишешь все слова, которые начинаются с der. И вот на таких вот розовых картонках пишешь слова с di. Да, существительные. Потому что в Германии очень-очень тяжело. Они не совпадают с русским языком. То есть логики искать не надо. Я себе понакупала кучу-кучу. Что-то я дорвалась до бесплатного, что ли. Слишком много понакупала. Мне кажется, что это сработает. Солнце у нас оно, а на немецком солнце оно... Она. Она солнце, да. Поэтому постоянно нужно существительное писать вместе с артиклем. И это немного тяжеловато. Что-то Артем прячется. Я не поняла, что-то он прячется. А он не хочет, чтобы я его снимала. Ну все, девчонки, как вам моя прическа? Объема по-прежнему вот здесь вот сзади не хватает. Но скоро он будет. Я уже жду, не дождусь, когда у меня сзади будет вот такая вот шапочка. Это будет прикольно. Конечно, здесь на затылке, на шее я убираю коротко. Практически под машинку стригусь вот здесь вот. И вот здесь сверху у шеи. А здесь я длину сохраняю. Поэтому... Ну как бы здесь я вообще длину не убирала с того самого момента, как у меня только начал отрастать волос. Я снимаю при комнатном освещении, поэтому на камеру у меня какой-то рыжий волос. На самом деле он не такой. Не настолько он рыжий. Вот, девчонки. Я первый раз, наверное, не совсем понятно объяснила. На каждой картонке написано одно слово. Вот это неутром. Это феминин. И это мужской род. Маскулин. Классно получается. А здесь глаголы. Вот на белых картонках. А сзади, еще идея сзади писать перевод. То есть ты смотришь. Можно даже, знаете, как в карты. В такую игру играть по субботам, по воскресеньям вместе со всей семьей, вместе с мужем или с дочкой. Учить слова на иностранном языке. Вот. Пишешь на картонке сначала слово на иностранном языке. И отгадываешь. И только после того проверяешь. Сзади пишешь перевод. И проверяешь, правильно или нет. Вот. Классненько. Может, это сработает. В конце концов выучу немецкий, девочки. Мой ужин готов. Девчонки, приглашаю всех в гости. Кстати, так смачно выглядит. Смотрите. Маслица сейчас добавим. И будем балдеть, девочки. Я вас жду в гости. Не обращайте внимания на мой макияж, который я навела. Навела макияж. В 6 часов утра. Да. Не очень хорошо выгляжу, но зато счастливая. Что женщине для счастья надо? Дай ей покушать. И дай ей хорошее кино посмотреть. И желательно попросить Артему, чтобы он помыл посуду. Артем, ты кастрюлю помоешь после? Артем, будь другом, помой кастрюльку. Маленькую кастрюльку. Надо маме помогать. Так, проверим. Ничего не осталось над ней. Креветочка никуда не заплыла. Все, девчонки. Желаю вам всем приятного аппетита. Ну что, девчонечки мои, дай-ка причесон поправлю. Вообще, я хотела снимать вам видео завтра. Я думала, там марафет наведу, подкрашусь, причесочку себе сделаю. И сразу же выйду в прямой эфир. Это, кстати, для меня такая новиночка. Мне так стремно еще в прямой эфир выходить. Не знаю, почему-то я такая пугливая. Пугливая я никогда тем делом не занималась. Или же на крайняк засниму видео, потому что у меня накопилось несколько вопросиков к вам. Я уже как бы давно этим делом не занимаюсь. Целую неделю вообще камеру не включала. Раньше, когда еще болела, когда у меня был разворот событий, когда я ходила на химиотерапию, там на лучевую терапию, у меня столько-столько новостей, столько информации. Я сразу же, когда не с кем поговорить, я жап, камеру включу и сразу с вами говорю. Знаете, вот как с подружкой. А сейчас, как бы новостей нету, я этим делом редко занимаюсь. Но вот уже несколько дней думаю, надо у девчонок спросить то, надо у девчонок спросить то, 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 то. И сегодня давайте я займусь этим делом. Задам вам вопросы, которые меня интересуют. Я, кстати, себе заварила чаек, приготовила коробку внизу, но забыла ее сюда принести. Очень ароматный чай. Может быть, выставлю вам видео с покупками. Я не знаю, если такого рода видео вообще вам нравится, интересно, вам неинтересно. Я ходила в магазин и снимала продукты, которые я покупаю, там с ценами, да, чтобы там, может кому-то интересно, может кто-то хочет сравнить цены в России и цены в Германии, да. Но в итоге я почему-то не выложила это видео. Мне показалось, что ты как-то по-дурацкому, но ходишь по магазину и показываешь, что есть в магазине. Ну что, в России или на Украине магазинов нету, что ли? Поэтому я не выставила это видео, не залила его на YouTube. Но я нашла такой классный чай. Купила несколько упаковок. Первый раз купила пару недель назад и просто-напросто залипла на этот чай. Я не знаю, если он вообще продаётся в других странах. Кстати, купила три упаковки, отправила Вале. И Валя сегодня с утра мне уже три раза звонила, говорит, слушай, такой вкусный, такой вкусный. Я просто вот каждый глоток пью и просто офигеваю, какой аромат, какой вкус. Быстрее всего, что много красителей. Нет, красителей нет, это зелёный чай. Вы знаете, что зелёный чай убивает раковые клетки. Это очень хорошо борется с онкологией. Но аромат какой-то просто одурманивающий. Наверное, какой-то консервант, не знаю, в общем-то. Вот, взяла себе сегодня в школе, узнала, что вот эти вот закуски называются там как чипсы, фруктовые чипсы. Вот это вот чипсы из манго. Это чипсы, ну, сушёные сухофрукты, наверное, да, если так по-простому, по-нашему. Яблочки засушенные, сушёные. А вот здесь манго кусочками, такими дольками засушенными. Ой, девочки, такая вкуснотень. И полезно, и как бы и десерт получается. В общем, девочки, первый мой вопрос касается моей памяти. Я сейчас хожу на курсы немецкого языка. Я жутько устаю. Очень-очень-очень устаю. Я в начале, когда мне Дурин купил этот курс, то есть он мне решил устроить такой подарок. В один день, один день, я прихожу домой, и он мне такой говорит, я тебе приготовил подарок, у меня для тебя есть сюрприз. Я сразу же, знаете, рот открыла, сразу же у меня такие планы, сразу начала думать, что же он мне подарил, что же он мне купил, телефон что ли купил, или может быть какую-то экскурсию куда-нибудь готовит мне. Оказывается, он мне оплатил курс месяц в Гёте-институте. Гёте-институт, это ну такое, ну, вы же понимаете, Гёте это то же самое, как Пушкин в России, только имя уже за себя говорит, да. Это не просто курсы где-то с беженцами, да, те, которые почти бесплатные. Это дорогой курс, стоит 1100 евро в месяц. То есть, даже не один месяц, 16 дней, 1100 евро. Но курс очень интенсивный. Идея этого курса в том, что тебе компактно преподают так материал, чтобы ты быстро это всё у себя в голове разложил по полочкам, понял, как вообще функционирует, да, как вообще работают правила в немецком языке, а уже дома ты себе заучиваешь слова, там, делаешь много упражнений для того, чтобы это всё уже выучить. Да. И что я поняла, когда я пришла на этот курс, что, ну, я вроде бы всё шарю, но не тупая, всё понимаю быстро. Училка начинает там что-то объяснять, что почём, я так жаб-жаб прикинула, всё сразу поняла. Но или у меня позднее зажигание, или я вообще какой-то лузер. У меня так, в одно ухо зашло, в другое ухо вылетело. Я говорю вот слова. Проходит там неделя, две, три. Я как бы, вы же знаете, я пыталась учить вот раньше, два-три месяца назад язык. Я заучивала какие-то слова. И сейчас я открываю книжку, смотрю, ну, слово знакомое. Но что означает это слово на русском или на молдавском? Не помню. Вот уже из контекста, да, врубают что-то такое. А если вот так мне табличку покажешь, что это, что это, что это, я должна сидеть думать, прикидывать, что это. В общем-то, память у меня никудышная. И я не знаю, это из-за моего лечения, из-за моих химиопрепаратов. Я слышала, что многие жалуются на то, что память стала вообще никакущая. Или же я уже старею. Девочки, я не смеюсь. Мне кажется, что я уже старею, что у меня старый мозг. Вот я вспоминаю свою бабушку. Так она помнила, что с ней произошло в пять лет, но она не помнила, куда она положила ключи. Она вытащила их из кармана. Вот вернулась с базара, там, с рынка, вытащила ключи из кармана, куда-то их положила, не помнит. Вот у меня та же самая фигня. Я нифига не помню. И я вот хочу у вас спросить, что мне съесть? Или какую мне таблетку выпить, чтобы отрегулировать как-то вот эту вот функцию моего организма? Мозг — это же нужная вещь, да? Без руки проживёшь. Даже без сисек можно прожить. А вот без мозгов никуда. Я уже боюсь, вдруг Альцгеймер ко мне придёт. Вы знаете, есть болячка такая. Вообще нифига не помнишь. Вот я где-то читала, что учить языки после 40 лет, ну, мне ещё не 40, но после 40 лет — это вообще потрясающе. Ты тренируешь свой мозг. То есть мозг — это тоже как мышца. Мозг надо тренировать, оказывается. Или там какие-то ребусы режать, там, как они, кроссворды там решать, книжки читать. Очень хорошо стихи учить, да? Вот кто любит стихи учить. Классно, выучил стих, это и романтично. Мужа там удивляешь вечером стихами, да? Или там друзей, когда в гости приходят. А я решила выучить язык. Устаю. Очень устаю. Так сильно устаю, на первый взгляд мне показалось, а, что там, а, фигня. С часу до... Получается, с часу до... до пяти. С тринадцати до семнадцати. А оказывается, четыре часа — это много, потому что я целый час, я живу за городом, а мне добираться в Мюнхен. Курс в Мюнхен находится. Школа, вот это Гёте-институт в Мюнхене. Час я туда еду, четыре часа там, час обратно. Пришла, ещё учусь я с обеда. Мой муж знает, что я с утра... Соня. Я люблю поспать до восьми, до девяти, да? Я не просыпаюсь в шесть часов. Я не такая, знаете, хозяюшка. В шесть часов не просыпаюсь. Мужу завтраки не готовлю. Мне повезло с мужем, он вообще завтрак не кушает. Хотя сейчас что-то расслабился, блин, обрзел. Говорит, будешь мне завтраки готовить. И говорит, а перед 55 лет ты завтрак не кушал, а сейчас давай и завтрак. Я больная, мне нельзя. Готовь себе сам. Наглая, да? Не, ну, я уже привыкла, что он не завтракает. А тут он придумал, надо ещё завтракать. Ещё это он мне преподнёс позавчера. Я такая уставшая после этих курсов. А, и он знает, что я люблю утром поспать. Поэтому он меня решил записать на курс после обеда. И у меня, капец, весь день коту под хвост. То есть я прихожу в 7 часов почти, да, я пока там не знаю, что-то себе кушать приготовлю. Я же себе отдельно готовлю. Я не ем тот борщ, который готовлю ему, потому что я не ем борщи с поджаркой. Я не ем красное мясо. Не ем ни свинину, ни говядину. Только редко и курицу, или индюшиное мясо, или рыбку. Поэтому мне надо что-то быстро там заварганить. Я не люблю, когда еда остаётся со дня на день. Мне не нравится. Мне не вкусно. Что-то у меня свет гаснет сейчас. Я тут поправлю. Я, кстати, себе лампу новую купила. Муж мне купил. У меня такой хороший муж, девочки. Да. И вот, девочки, в общем-то, я прихожу, у меня день потерян. Уже вечером я ничего не могу делать. Немножко там покушаю, с мужем пообщаюсь, начинаю уроки учить. Уже вечером вообще никак не могу сконцентрироваться. Вот никак не могу. Я смотрю, у меня на курсе есть девочки молодые, которым по 25 лет. Они, грубо говоря, только закончили университет. Вот у них ещё мозг способен фильтровать быстро информацию и удерживать её. А у меня нет. У меня нет. Я забываю. Не знаю. Хотя я не могу сказать, что я там самая тупая. Нет. Но как-то хочется побыстрее выучить этот язык и слова, которые ты выучил, чтобы они остались здесь на карте памяти. Девочки, какой секрет у вас? Давайте, делитесь в комментариях. Блин, что ты гаснешь? Вот что эта лампа гаснет? Вроде бы батарейки я зарядила. Вот как муж уедет. У меня, кстати, муж уехал забирать Валю и привозить её на Пасху. У меня как муж уедет, всё из-под контроля выходит. Котёл перестаёт работать, лампочки перегорают всем. Ну, всегда какая-то как обяка. Вот как он... Вот не могу я без мужчины. Лампочки же должен кто-то менять. Надо иметь мужчину при себе. Вот. Насчёт памяти вас хотела спросить. Пожалуйста, поделитесь секретом. Поделитесь. Может, многие из вас скажут, какого фига ты пошла на этот курс? Вот тебя, Карлина, на экстрим постоянно тянет, на какую-то херню тебя тянет. Честно вам скажу, что, во-первых, пошла на курс, потому что не хочу думать о рецидиве. Когда ты сидишь дома и бездельничаешь, у тебя постоянно зарождаются какие-то жесткочи в голове. Да, сразу какие-то там... Вот я такой режиссёр, сразу себе начинаю задумываться, но потом почему-то... Вот я по жизни позитивный человек, но от безделья плохие мысли лезут в голову, ты начинаешь себе придумывать. Как тут кольнёт или тут что-то зачешется, сразу начинаешь думать о том плохом слове, которое начинается на букву С. На букву М. М. Я знаю, что вы тоже у них думаете, но нельзя. Мне одна девчонка сегодня на курсе сказала, что мне нужно завести себе такой, как ежедневник, красивый блокнотик с цветочками, такой девчачий, и в каждый день писать, что ты сделала сегодня для себя любимой, или что ты себе желаешь, ну, типа хорошие мысли, буду делать так. Во-первых, для того, чтобы не думать о рецидиве, пошла на курс. Хотя дома занятия я никогда не скучаю, даже если я дома, я никогда не скучаю. Мне всегда кажется, что 24 часа в сутки это очень мало, я ничего не успеваю, я постоянно бегом-бегом-бегом-бегом-бегом, не знаю, что я делаю, не знаю. Во-первых, для того, чтобы не лезли плохие мысли в голову, а во-вторых, еще пошла на курс, это не прихоть. Я просто знаю, что такое лежать в реанимации и не понимать, когда вот все вокруг говорят на чужом языке, и ты не понимаешь. Вот ты не понимаешь, что они говорят. Ну, ты примерно понимаешь. Но вы сами знаете, вот у Ранила чипсон. Вы же знаете, вот мы когда идем к врачу, да, ты и так этого врача допытываешь, и так поставишь вопрос. Ну, каверзный, может, ответит, может, хоть какую-то информацию я из него вытащу. Ловишь там его взгляд, хочешь что-нибудь прочитать там в его мимике, да. А здесь ты не умеешь с ним говорить. Переводчик переводит по-другому, не так, как ты бы спросил. А когда ты в реанимации, после операции, ты без переводчика, и все на немецком говорят. Это такая беспомощность, это хочется выйти на Луну. Очень нужен язык, он обязателен, если ты живешь в другой стране. Еще, вот, хочу вас спросить, я начала гормонотерапию. Я принимаю сейчас анострозол и колю в живот золодекс. И на фоне вот этого вот гормонального лечения у меня жуть как болят суставы. У меня прямо мышцы ломят ужасно. Суставы, мышцы, кости я не знаю. Я не знаю конкретно, как вот эту болячку вам, в общем-то, как вам сказать свои симптомы, что я чувствую. Может быть, и вы это чувствуете. У меня начались проблемы с ногами. Очень сильные судороги. Вот ночью как схватят, вот здесь вот, вот от колена и вниз. Вот когда я переворачиваюсь там со стороны на сторону, да. Или там вытягиваешься, ну как ночью, ты же не контролируешь себя, что ты делаешь в ночное время суток, да. Организм весь расслаблен, мышцы тоже разогретые под одеялом, расслаблено все тело. Ну как трупик, да. И ты там переворачиваешься, вытягиваешь, и у тебя как схватит вот здесь вот судорога. И я просто начинаю кричать, я два раза так вскрикнула, а мой Дарин офигел, что с тобой, он испугался, я уже думаю, бедный, так же можно остаться без мужа, еще останусь, блин, вдовой. А я не специально, я не специально, у меня здесь как кольнуло, я у меня дыхание перехватило, я проснулась и не понимала, что со мной. У меня, кстати, батарейка выключилась, разрядилась, я другую поставила, выключила видео. Да, и опять же вспомнила, сегодня уже в этом видео два раза вспоминаю свою бабушку. Опять вспомнила свою бабушку, мы когда были детьми, ходили на озеро купаться, вот она нам говорила, что нам надо приколоть булавку в трусы или в купальник. Она нам постоянно, она просто отвечала за нас, за пятерых внуков на даче, и мы летом хотели удирать из дома, дома же есть работа, там у неё огород, надо что-то поливать. А мы на озеро, нам жарко, нам надо искупаться, вот мы взбодримся, придем, будем тебе там огород, помогать с огородом. И вот она нам всем в трусы закалывала иголки и говорила нам, если вдруг во время того, как ты плывешь, температура на улице 40 градусов плюс, а вода всё равно холодная, да, если схватят судорога, бывает такое, что в воде в холодной там судорога начинается. Вот берёшь эту иголку и себе захреначиваешь туда, вот в эту вот судорогу, и мышца расслабляется, так как-то растягивается мышца, я не знаю, функциональный принцип, как, что происходит, там, химические вот эти вот процессы, или механические, или какие физические в организме. Но вы поняли, берёшь эту иглу и засандаливаешь её в эту вот мышцу. И я вот почему-то, у меня мозг быстро сработал ночью, вот первый раз, когда у меня была судорога, я начала себе вот так вот стучать, потому что длится приступ не 3 секунды, какие-то затяжные приступы у меня. Ну, и я начала себя стучать по мышце, и она расслабилась первую ночь. И, в общем-то, эти судороги у меня повторяются уже в течение двух недель, не в каждую ночь, через ночь. Но я даже чувствую, что я будто бы хромать начала. Сегодня у меня что-то отпустило, не что-то, а слава Богу, что отпустило. Но несколько дней назад я уже чувствовала, что в конце дня, когда возвращалась со школы, я даже хромаю на эту ногу. У меня конкретно вот это вот болело, вот здесь вот нога, вот здесь голенище, или как это называется, голенище. У меня болело ужасно, но болело не в костях, а в мясе. И почему-то вот здесь ещё в колене чувствовала, и в локтях что-то чувствую. Я думаю, что это так побочка от Анастрозола или от Заладекса. Плюс от Заладекса, опять же, я вхожу в искусственный климакс, и у меня опять ужасные ночи. Не романтические, а наоборот, от слова ужас. Потому что я потею, обливаюсь потом, то холодным, то горячим. У меня вот здесь вот начинает гореть. В общем-то, приливы ужасные. Но во второй раз они легче переносятся, чем в первый раз. Первый раз у меня был климакс искусственный. Летом потом я опять зашла в репродуктивный образ, в репродуктивную функцию. Или у меня возобновилась репродуктивная функция. А сейчас уже на фоне Заладекса у меня опять начался климакс. То есть уже месячных у меня нет. Мне Заладекс прописали на 5 лет, девочки, в каждый месяц один укол. 12 уколов в год умножить на 5. 60? Или сколько получается? 5 лет. 5 лет в каждый день по одной таблетке анастрозола. Плюс раз в 6 месяцев замету. Капельница с заметой для костей. И я думаю, что моя память страдает еще и вот из-за этих таблеток, из-за гормонотерапии. То есть я по-любому сейчас под сильными препаратами. Ну я под чем-то, вы понимаете. Поэтому память плохая, и мышцы болят, спина болит сильно, головные боли. Не часто и не очень сильные, но они есть. Да, они есть. Я попробую эту лампу включить, выключить, потому что она у меня уже начинает гаснуть. Попробуем, что у меня получится. Или она разряжается? Нет, то же самое. У меня вот такая вот новая лампа для съемки. Потому что на видео без лампы плохо видно лицо. Да, и лицо серое получается. Ну что-то я вроде бы зарядила батарейки, а она опять гаснет. Дефектная что ли? Ой, девочки. Я вот это вас хотела спросить. Есть ли у вас боли в суставах, в мышцах, в костях, головные боли на фоне гормонотерапии? И насчет памяти. Очень хотела вас спросить. Вот эти два вопроса меня мучают. Я уже думаю, не попросить ли у врача какой-то там МРТ или КТ преждевременно. Потому что у меня и здесь в спине в одном определенном месте болит. Но я знаю, что когда я была в последний раз на приеме, на общем приеме, я рассказала о болях в костях. И начал онколог, по-моему, или хирург, я не помню кто точно, начал стучать вот так вот по костям. И сказал, что когда метастазы, по идее у тебя должно болеть, когда он стучит. А если у тебя просто болят мышцы или вот здесь вот плечи из-за усталости, да, это уже не к нему, не по его адресу, это не связано с метастазами и не задумываться об этом. Вот, хочу спросить, что говорят вам об этом ваши врачи. Еще очень часто задается вопрос, принимаю ли я масло льна, масло семян льна. Сейчас пошел такой бум, что все начинают принимать масло льна, потому что оно на самом деле борется с раковыми клетками. Но так как масло льна содержит фитоэстроген, я стараюсь его избегать. В Германии не запариваются над этим вопросом врачи. Я вот спрашивала, можно ли есть брокколи, ведь у меня гормонозависимый рак. В брокколи куча эстрогена растительного. И мне сказали не забивать себе этим голову, кушать брокколи, потому что брокколи полезен абсолютно для всех органов. Он содержит кучу минералов и витаминов, которые помогают нам и другим функциям в нашем организме. И не запариваться, потому что по-любому в брокколи фитоэстрогеном, ну, меньше, ну, сколько ты того брокколи съешь? Во-первых, фитоэстроген, он намного слабее, чем наш эстроген, да, вы понимаете. Может быть, если ведрами в каждый день есть брокколи, может он как-то и повлияет негативно на тебя. Идея в том, что лучше не принимать тоже соевое это масло, льняное масло, не злоупотреблять или вообще не кушать сою девчонкам, у кого гормонозависимый рак. Но стараться, то есть кушать все, все, что зеленое, все можно кушать. Но стараться добавки масла, которые содержат такую конкретосную дозу эстрогена, не, добавки не принимать, а все, что в еде, без проблем, не заморачиваться над этим. Добавки стараюсь исключить. У меня раньше я даже начала принимать масло черного тмина и рыбий жир. У меня по две коробки. Нет, вот этих у меня две коробки, рыбьего жира одна коробка. Но почему-то я сейчас опять перечитала кучу информации, опять подумала, я все-таки считаю, что из еды я буду кушать абсолютно все овощи, все фрукты, не буду заморачиваться, что в яблоке есть эстроген, потому что яблоко это железо, и нам надо кушать яблоки обязательно. Но добавки пока не буду принимать. Вот. Но вы уже поговорите со своим лечащим врачом. Я так поняла, что в России на упаковках или на бутылке, или на семенах льна, или на масле семян льна, даже написано не употреблять женщинам с гормонозависимым раком. Я не знаю, если это верно. Если это верно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, девчонки, я буду закругляться. Мне нельзя выкладывать. Мне дочка сказала, что видос должен быть максимум 20 минут, потому что люди начинают скучать, когда ты больше бла-бла-блакаешь. Поэтому буду сегодня закругляться. Может быть, в субботу и воскресенье засниму вам еще пару видео, чтобы выставить на следующей неделе. Вы же понимаете, что я студент. Я учу, я зубрю слова. Я хочу говорить на немецком. И хочется так, что если кому-нибудь понадобится когда-то моя помощь в качестве переводчика в Германии, чтобы я смогла тоже помочь. Вот сейчас мне не колета помогает, но я была бы очень гордой кого-то отвезти в больницу и прямо все перевезти. Я уже фурычу в этих делах онкологических. Было бы здорово. Но, наверное, это будет через 10 лет, девочки. Так что не надейтесь на меня. Но, если надо, номер переводчика, конечно же, найду. Кому нужна информация, пишите, я вам отвечу. Кстати, лучше всего писать в комментариях, потому что многие спрашивают, почему не отвечаешь в личку. Иногда даже не читаю личку в Инстаграм. Некогда. И бывает такое, что человек пишет. Очень многие, наверное, думают, что я такая, блин, врачиха. Нет, я не врач, и я не могу на некоторые вопросы конкретные отвечать. Допустим, я не знаю все типы рака, да. Их много, девочки, много. И иногда пишут люди, а может нам сейчас сделать там ПЦТ, а может нам не сделать, а может... Ну вот я, может, скажу, выскажу свое мнение, да. А человек вот возьмет и сделает именно это. А я считаю, что нужно слушать врача. Мое слово и слово врача, это как-то... Нет, я считаю, что нужно слушать врачей. Я не хочу брать на себя такую ответственность, отвечать за чью-то судьбу. Я-то за себя не могу ответить, девочки. Я вот тоже консультируюсь. Я понимаю людей. Все мы между собой общаемся. А как ты думаешь? А как ты думаешь, да? Интересно же другое мнение. Мне тоже интересно, что твой врач говорит, что твой врач говорит. Чтобы для себя как-то решить. Мы же как к врачу идем? Заходим к врачу. Вроде бы ты себе приготовил вот такой вот список. Заходишь туда или забываешь что-то спросить. Или ты заходишь, мой муж говорит, ты заходишь туда со своими идеями, а выходишь с его идеями. То есть он сразу берет тебя в оборот, что-то там спросил, ты только начинаешь спрашивать, он уже наперед знает. Им же кажется, что наши вопросы дурацкие. Он сразу тебя перебивает, говорит, нет, не надо, слушай сюда. У меня времени мало. У меня вот сколько больных в коридоре. Сразу начинает тебе что-то бомбурить голову. Ты вышел, вроде бы то не спросил, вроде бы то не спросил. Да, поэтому мы между собой общаемся, чтобы делиться информацией. Все. Сейчас точно закрываюсь. Чай остыл. Кстати, у меня полный чайник для всех. Хватит на всех. Ладно, иду пить чай. Вам желаю приятных выходных и встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok